На проспекте 60-летия Октября, близ остановки Первый магазин, неизвестный пока нарушитель повредил две чужие машины и скрылся с места ДТП. Главной жертвой лихача стала 35-летняя автолюбительница, ехавшая на Тойоте Королле. Горожанка направлялась в сторону центральной части города, ехала по первой полосе. У железнодорожного переезда она притормозила, поскольку на рельсах машину сильно трясет, и тут же получила удар в заднюю часть автомобиля. В универсал врезалась корона-премия, нагонявшая Короллу. И получается удар сзади меня разворачивает, я передним бампером на фуру меня разворачивает, вот результат. Чего себе у вас развернуло, но у него скорость не было прилично. Я даже не знаю, откуда он вывернул, потому что по зеркалам от меня машины, шедшие сзади, были очень далеко. Гоняться за нарушителем женщина не стала. Во-первых, тягаться с кем-то в скорости на гололюде у автолюбительницы не было никакого желания. Во-вторых, Королла получила весьма существенные повреждения. Универсал оказался поврежден и спереди, и сзади. Ударом его отбросило на машину дальнобойщика, ехавшего параллельно Королле по второй полосе. Существенных повреждений 18-тонная сцепка не получила. Водитель тягача говорил, что удар был приличной силы. Вольво даже повело в сторону. Удар почувствовал в правую сторону автомобиля. Остановился, потому что машину начала заносить от меня, от того, что она ударила туда. В нее въехала другая машина на переезде и скрылась. Житель Приморья, доставлявший в Краевой центр продукты питания из Владивостока, был несколько поражен местными нравами. Упомянул он и дороги, и состояние переезда, и культуру вождения. Шансы отыскать беглеца есть. Битую корону премию нашли буквально за поворотом на улице Аэродромной. Водитель бросил машину и ушел пешком. Иномарку увезли на лесплощадку. С места происшествия Денис Коршунов, Ольга Кошелева и Андрей Алферов.